Всем привет, друзьяки! Меня зовут Антон. Это прохождение игрушки Fidelio Incident. И давайте мы всё-таки начнём. Приятного просмотра! 19 февраля 2010 года. Где-то в Эхландии. 20 лет назад я был там, Леонор. Я не помню ничего. Не смейся. Скажи мне историю о том, когда ты был маленький. Хорошо. Игрушка на движке Unreal Engine встроена. Что за хер? Откуда столько птиц? Так не говори, что мы в них сейчас влетим. Ох, бля, нихуя. О, 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 нихерася. Чё вы... Ух ты чё. О, бля, начал вот. Фак, 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 фак. О, нихерася! Вот это эпик, вот это... Да... Капец, ну в общем мы упали. Где-то над Исландией мы летели и упали где-то в Исландии. 19 января 2010 года. Ох... Ох. Самолет. Не знаю... Где... Итак... начнем с друзья в общем каким-то чудом чудесным по стечению обстоятельств как обычно мы выжили это я так понимаю части моего самолета да здесь лежат да видно скиф фюзеляжа вау и до сих пор вращающийся еще двигатель в общем судя по всему выжил только я один так это у нас кровь такого цвета а нет это излишки графики ну будем почуть как-то выдвигаться пытаться выжить я не знаю что у меня вообще есть что ты блять делаешь в инвентаре то есть я нажимаю английскую клавишу по и он начинает то ли танцевать то ли подпрыгивать то ли короче что-то его начинает коробить страшно лейна орк вы ходили судя по всему будем мы искать во всей этой игрушке свою любимую женщину лейна орк лейна орк то есть самолет лежит там это же как меня так умудрило выкинуть аж сюда в ехо в с с ты же аккуратнее так а тут где то мобильный телефон кстати звонит это мне давай давай возьмем леонор 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 yes it's done are you there i can hear you love it's all i'm here the mobile is broken she can't hear me i'm still in the place or part of the place my leg gets trapped i can't move i don't know where i am but i can't see you but there's smoke there's black smoke black smoke she's still alive pull it together do what needs to be done итак короче судя по всему самолет раскололся на две части мы как я как пилот получается в одной части самолета приземлился относительно приземлился вот здесь да а сейчас позвонила его любимая женщина или жена не знаю искала что она находится в другой части самолета который раскололся на а это так лед который раскололся на две части сейчас нам предстоит это все искать по идее как вдалеке вот я вижу еще части какие-то горящие нужно будет наверное двигаться туда я не знаю даже по поводу сколько у меня жизней там усталость моего персонажа ага зажмите левый shift чтобы бежать но в принципе давай побежим потому что мы по льду идем мало ли сейчас так только тресли мы под воду ушли и умерли не нашли свою возлюбленную так а идти нам нужно наверно по ворному хребету так 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 там пройти не как значит давай мы будем идти вот сюда очень холодно так холодно что же очень холодно так да ладно блин стремновато ага то есть возле возле вот таких вот импровизированных костров можно немножко подогревать свою сраку да не хочу я что-то эти в пещеру как-то мне но я так понимаю что судя по этому от большому дыму который поднимается над горой то а это у нас я был бояться я знаю, что с момента, когда я видел Станли в этом маленьком теле в его руках что ночевские вернуты вернутся они сильнее, чем никогда я чувствую, что сердце Станли его сердце и я никогда его не брошу ага, то есть это у нас такая я так понял автосохранялочка и сразу запуск в меню в пещеру обязательно я схожу но я хочу все-таки посмотреть вот тут что труп был а нет или нет я хочу все-таки сходить вот сюда вот куда я не попал да я вижу черный дым мне нужно найти способ как добраться на эту вершину о господи укрытие а это скорее всего очередные обломки нашего лайнера фонарик спасибо тебе господи что этот фонарик все еще работает больше походу здесь я ничего не найду это я не знаю что за хрень давай пробежимся еще к тому огоньку может быть там чё какая-то полезность будет есть записка Молли и я мы были в бюро рейс пуб когда встал Станли Витакер я взял мою панку и попал его в центре в центре комнаты когда он увидел меня его глаза открыли с таким красивым смелом я вставил ему в ночь потом я взял его и сказал ему чтобы оставить его большую штуку про моего папа в общем press escape to start button to open пауза меню ага я понял главное меню у нас в видео таких вот записочек так ну здесь походу все ящики я не могу открывать так что пойдем мы наверное пойдем мы в укрытие потому что другой дороги тут на вершину я не вижу пойдем в укрытие чтобы вообще не сканать кстати прикольно как это как это закрыто где мой огонь надо отогреться окей значит теперь короткими перебежками все таки нужно пойти туда в пещеру а вот этот знак кстати красного цвета предупреждающий о гипотермии то есть об обморожении четвертая стадия как там было написано это смерть допускать этой херни мы не будем поэтому я сейчас подбегу к чередному еще костру вот он немного погреюсь эта игрушка кстати мне напоминает игрушку халат может кто играл в нее и у меня на канале прохождение этой игрушки эта игра повествует о трагедии которая случилась на перевале дятлова когда по непонятным причинам пропала группа альпинистов и их потом находили в разных местах в разном одеянии и в непонятном виде в общем по сей день никто не знает точной причины которая их выгнала ночью в лютый мороз из своей палатки ну там элементы мистики тоже были в игрушке придуманы ну такой сурвариум хоррор такой знаешь типа на выживание а щас вот играя в эту игрушку я немного чувствую так так ну судя сурвара это сурвара соответствующая такая судя по всему видите вот элементы стен и видеокамера кстати видеокамера включена то есть есть жизнь в том укрытии но мне нужно туда попасть как туда попасть я честно пока мне даже не представляю не представляю как туда попасть и какого то хрена ты выключил фонарик тебя об этом никто не просил кстати парадокс в пещере я не мерзну то есть ну к чему бы это и судя по этой пещере то буду я бродить еще долго и нудно понять ну да судя по всему это выход но я не смогу по нем карабкаться значит пойдем сюда там где не нужно будет карабкаться так ну это ледорубы это понятно а это а это они хотят сказать человек то есть это наверное покойный замерзший альпинист еще нацать нацать лет назад давай 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 браток ползи жалко у тебя еще кошек нет с помощью кошечек было бы намного удобнее ну ничего зато есть два ледоруба это потому что как то не особо в прикол бродить по той пещере было так ну судя по всему мы находимся на каком то пике и судя по количеству небольших таких огоньков вдалеке то не знаю но не знаю он бери трубку я вижу локква он открыт он украл он должен открыть все files все информации моя дюйри ты должен найти его ты должен найти все если кто-то придет если кто-то придет они не могут найти кто мы к в так короче я должен найти его я должен найти все ну это судя по телефонному разговору И куда мне? Сюда? Ага. Воу-воу-воу. Ох ты ж, блядь. О-й-й-й-й-й-й. Ёб твою. Ого, ого. Ого, к такому жизнь меня точно не готовила. Нужно всплывать и пооперативнее всплывать, потому что можно сейчас коньки отбросить в такой ледяной воде. Костёр, костёр, ага. То есть, это... Это была вентиляция, да? Чё здесь находится подо мной, а? Давай, 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 костёр. Грейся, отогревайся, а я хочу ещё туда сходить. Вот этот очередной знак рядом. Я отогрелся, в принципе, можно будет пробежаться. Всё-таки я хочу посмотреть. Чё за хрень? Ещё один бункер. А, ну он вообще... Он замёрз вообще. Так, очевидная запитка. Так, очевидная запитка. Мы летали в плене, но я не боялась. Я была гордостью, потому что мы летали верно в Ирландию. Стэнли в плене так быстро, что я мог слышать, что моё сердце взлетает. И мы были смыслом, как мы даже смысл в годах. Стэнли, используя мою дайвину, чтобы уничтожить свой путь. Окей. Окей, ну тут понятно, тут всё затопило, тут... Тут никогда не смогу пробраться сквозь этот лёд. Через эти отдушины тоже пройти не получится. Хотя можно попробовать сейчас ещё к одному кострюку. Подойдём. Погреемся и... Посмотрим. Так, ближайший костёр там. А нет, вот ещё вот это дерево. Нет, сюда не зайти никак. Одинокие деревья такие... Поваленные, то ли от ветра он корни вырваны. Ещё одна строка из моего журнала. Точнее, ещё одна страница. Мой отец выйдет из журнала. Тридцать один двадцать восемь. Тридцать один двадцать восемь. Это... Такой код? Или что это? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Чё это за хрень это? Я вообще не знаю. Сейчас, сейчас. А как же мне... Как же мне пробраться-то, а? Если здесь я проваливаюсь сквозь лёд. Парадокс. Давай греться. Давай греться и давай будем наподумать. Ну а пока, месь, я, наверное, на этом закончу свою серию. Спасибо, кто смотрели. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Меня зовут Антон. Пока-пока. Продолжение следует...